Всем доброго времени суток! С вами снова Иванов Андрей на канале Gadget Park. Сегодня, как я и обещал, мы будем проводить уже уличные тесты фонарика фирмы Огонь H193S с двумя диодами. Давайте посмотрим, на что он способен в полевых услугах. Вот тут у нас есть черная стена. Попробуем оценить где-то в метрах с пяти его световое пятно. Ну, я думаю, неплохо для начала. Учитываю, что сейчас достаточно светло. Теперь немного снизим интенсивность. Да, для такой интенсивности еще с лишним светом. Стробоскоп виден. Хорошо. И ультрафиолет достаточно яркий, чего я не ожидал. Данная модель оснащена двумя диодами и является некоторым новшеством в своей линейке. Потому что обычно подобные модели снаряжаются одним диодом, критой шестым. А сейчас сюда добавили еще инфракрасный, то есть ультрафиолетовый. Это я размечтался об инфракрасном визоре. Кстати, для сравнения. Берем обычный ручной фонарик. И с того же расстояния минимальный режим, средний режим, ну и максимум. Как можно заметить, на лодке при сравнительно небольших габаритах практически на минимальном режиме не уступают ручному фонарю. Трубоскопа у меня в ручном фонаре нет. Ну, на максимуме, конечно, с ручным фонарем он тягаться не может, но... Зато вот такой фонарик на лоб не прицепишь. Теперь проверим его фокусировку. Снова включаем максимум и начинаем его фокусировать. Пятность у нас уменьшается. А дальность, соответственно, увеличивается. Довольный приличный. Вот на таком пятнышке он уже вполне сопоставим с ручным фонариком. В принципе, фонарик, который не нужно держать в руках. А сейчас зимний сезон. Он очень хорошо послужит не только охотникам и рыболовам, но и лыжникам. Потому что, если кто-то после работы решил прокатиться на лыжах, это очень хороший вариант, если не хочешь наскочить ни на кого.